Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём и сегодня в нашем ролике обзор на модель телескопа от немецкого бренда Bresser с автонавидением, а именно National Geographic 70х350 Go2. Поехали! Итак, друзья, телескоп Bresser National Geographic 70х350 Go2, который сегодня мы посмотрим в нашем обзоре. Сама оптическая труба представляет собой достаточно неплохой компактный короткофокусный рефрактор, ну а монтировка, как мы уже сказали, с автонавидением, что позволяет в автоматическом режиме наводиться на различные небесные объекты, что в первую очередь будет интересно новичкам, для которых поиск вручную по звездному небу несколько сложен. Итак, друзья, перемстимся к прибору и посмотрим на него поподробнее. Перед нами телескоп Bresser National Geographic 70х350 Go2, модель с автоматическим наведением, рассчитанная на пользователей начального уровня. Прибор поставляется в достаточно яркой упаковке, что опять же характерно в основном для телескопов начальной и детской категории. С другой стороны, такая коробка прекрасно подходит для вручения модели в качестве подарка ребенку. Здесь же мы найдем всю основную информацию о приборе. Диаметр объектива 70 мм, фокусное расстояние 350 мм и два варианта увеличения 17,5 и 35 крат. Конструктивно-оптическая труба телескопа представляет собой короткофокусный рефрактор, линзовую модель крайне компактных габаритов. За счет короткого фокусного расстояния относительно размеров объектива, такое решение по сравнению с аналогичным рефрактором со стандартным фокусом, например 700 или 900 мм, имеет ряд как преимуществ, так и недостатков. Во-первых, это больший угол обзора, из-за чего короткофокусники и National Geographic 70 на 350 в частности лучше подходят для обзорных наблюдений за протяженными звездными полями, а также крупными объектами дальнего космоса, туманностями и галактиками, занимающими большую площадь на ночном небе. Во-вторых, высокий показатель светосилы. При занятии астрофотографией с помощью таких телескопов можно выставлять меньшие, чем на модели в 70 на 700 или 70 на 900, значения выдержки для проявления тусклых астрономических объектов, что снизит в конечном итоге смазывание изображения на одиночных кадрах. В то же время, короткофокусные рефракторы плохо переносят увеличения, близкие к максимально полезным, на которых картинка начинает сильно страдать от хроматических искажений. Напомним, что максимальное полезное увеличение у телескопов высчитывается по простой формуле. Диаметр объектива в миллиметрах умножается на 2. Соответственно, в нашем случае оно теоретически составляет 140 крат. Но в силу ранее описанных причин, рабочими будут значения в пределах до 70-100 крат. Немецкий сайт производителя Bresser даже указывает конкретное число – 88 крат. Объектив телескопа National Geographic 70 на 350 является ахроматическим, то есть представляет собой склейку из двух линз. Выполнен он из оптического стекла и имеет просветляющее покрытие. В целом, это вполне приличное по качеству бюджетное решение. Диагональное зеркало у оптической трубы несъемное, что накладывает существенное ограничение на занятие астрофотографией, так как перекрыт доступ к прямому фокусу и возможность дальнейшего апгрейда прибора. Сбегая вперед, скажем, что при установке камеры через зеркало у нас не получилось сфокусироваться на каком-либо объекте. Как правило, фотоаппарат устанавливается напрямую в фокусер телескопа и подобных проблем не возникает. Однако здесь сделать это, не нарушая конструкцию прибора, не выйдет. Сам фокусер выполнен также по не совсем понятной схеме. Дело в том, что при настройке резкости с внешней стороны окулярный узел остается неподвижным. Хотя по классической конструкции, используемой в подавляющем большинстве моделей, от самых бюджетных до продвинутых полупрофессиональных апохроматических рефракторов, он должен перемещаться относительно объектива вдоль оптической оси. По всей видимости, внутри нашего прибора находится какая-то подвижная линза или несколько призм, отвечающих за настройку резкости. Такое решение является весьма спорным, так как любой лишний оптический элемент схемы приводит к потере драгоценного света, что в астрономии особенно недопустимо. Окулярный узел имеет стандартный посадочный диаметр 1,25 дюйма, поэтому здесь пользователь все-таки имеет возможность усовершенствовать телескоп за счет расширения базового набора аксессуаров. Например, установить дополнительные линзы барлоу, окуляры, фильтры и так далее. В стандартной же комплектации мы найдем пузырьковый компас, необходимый для предварительной установки телескопа в нулевое положение перед дальнейшей настройкой автоматической системы наведения, окуляры с фокусным расстоянием 10 и 20 мм, дающие увеличение с прибором 35 и 17,5 крат соответственно. И напомним, что кратность с конкретным окуляром считывается путем деления фокусного расстояния первого на фокусное расстояние второго. Помимо этого, в комплекте мы найдем еще один полезный аксессуар – лунный фильтр, устанавливаемый с помощью внутренней резьбы на любой из окуляров и позволяющий отсечь лишний свет от естественного спутника нашей планеты и повысить контраст деталей его поверхности. Кроме того, комплектация телескопа Bresser National Geographic 70 на 350 содержит, конечно же, руководство пользователя, в том числе на русском языке, полочку для аксессуаров, служащую одновременно распоркой для треноги, планисферу – подвижную карту звездного неба и диск с полезной программой Астропланетари, которая бесспорно будет полезным помощником в изучении объектов космоса. Что интересно, искатель в комплекте не предусмотрен, как и какой-либо разъем или винты для его установки, за счет чего пользоваться телескопом в ручном режиме без автонаведения будет крайне проблематично. Крепление трубы к монтировке осуществляется с помощью пластиковой пластины типа «ласточкин хвост» и одного фиксирующего винта. Монтировка представляет собой классическую вилочную конструкцию азимутального типа, который можно управлять как руками, так и с помощью сервоприводов на вертикальной и горизонтальной осях. Ослабить или заблокировать вертикальную ось для ручной настройки можно с помощью винта регулировки. За аналогичную функцию на азимутальной оси отвечает ручка блокировки. На монтировке присутствуют держатели для окуляров и пульта управления GoTo, что облегчает быстрый доступ к данным аксессуарам во время практических наблюдений. В основании вилки расположены разъем HBX для подключения пульта управления, необходимый кабель мы также найдем в комплекте, тумблер включения и отключения монтировки, разъем AUX для подключения к компьютеру с целью управления телескопом с помощью программ планетариев, кабель и необходимый переходник в комплекте, к сожалению, не предусмотрены, разъем 12V IN, вход питания и монтировки, в базовую комплектацию входит кабель с клеммами для подключения аккумулятора и разъем 5V OUT, выход для питания от монтировки различных аксессуаров, например, гидирующей камеры и так далее. Помимо работы от сети, автоматическая монтировка National Geographic 70х350 предусматривает и работу от 6 батареек формата 2А. В набор прибора элементы питания не входят. Таким образом, необходимо учитывать, что в базовой комплектации модели в каком-либо виде отсутствует полный набор аксессуаров для работы электронной составляющей, что называется из коробки, батарейки, аккумулятор или адаптер для подключения к сети. Пульт управления не требует отдельных элементов питания и работает от монтировки при подключении через кабель. Нужно отметить, что по сравнению со своими старшими собратьями, пультами системы SINSCAN, используемыми в большинстве современных телескопов средней и высшей ценовой категории, герой нашего обзора имеет больший по размеру монохромный дисплей и встроенный фонарик для подсветки во время наблюдений звездных карт и рабочих аксессуаров со светителем красного цвета. Такой свет гораздо меньше сбивает адаптацию зрения к темноте. Кроме того, пульт National Geographic оснащен разъемом mini-USB для быстрой и удобной стыковки с компьютером для обновления или отката прошивки. Из прочих эргономических удобств хотелось бы отметить наличие ручки переноски на монтировке, с помощью которой телескоп в сборе достаточно удобно перемещать до точки наблюдений, чему также способствует и крайне легкий вес модели. Вместе со всеми аксессуарами он составляет всего 4,3 кг. Однако не забывайте, что систему автонаведения после любой передислокации или даже случайного смещения прибора необходимо настраивать заново. Крепление монтировки к треноге осуществляется с помощью двух небольших винтов. Последняя изготовлена из алюминия, имеет три выдвижные секции в конструкции и регулируется по высоте в диапазоне от 50 до 115 см. К сожалению, из-за ранее упомянутой легкости всей конструкции и относительно тонких ножек штатива, телескоп в сборе не очень устойчив, что определенно не лучшим образом скажется на стабильности изображения в окуляре при активных практических наблюдениях. Что ж, давайте поподробнее посмотрим на систему автонаведения GoTo. Напомним, что до начала работы с механизмом автонавигации телескоп необходимо установить в нулевое положение с помощью пузырькового компаса. Прибор должен смотреть строго на север и находиться в ровной горизонтальной плоскости. После включения нам необходимо ввести дату и местное время. Далее выбрать настройку перехода на летнее время, после чего мы выбираем местоположение из доступного списка стран и городов или вводим географические координаты вручную. Интересно, что Россия представлена в данном списке лишь одним городом, Санкт-Петербургом, в котором, по счастью, мы и находимся. Далее пользователю предлагается ввести данные о текущем положении трубы, если они отличаются от нулевого, об установке которого мы говорили ранее. После принятия введенных настроек мы попадаем на информационный экран, отражающий данные о местоположении, текущем направлении телескопа и координатах интересующего объекта, который можно выбрать из встроенной богатой базы, включающей в себя 272 тысячи наименований, планеты солнечной системы, звезды, скопления, туманности и галактики. Основное меню содержит 4 пункта. Выравнивание и калибровка телескопа, навигация по каталогам объектов, утилиты, дополнительные полезные функции и, наконец, настройки. Раздел выравнивания и калибровки включает выравнивание по одной, двум или трем звездам, причем звезду можно будет выбрать из предложенного списка доступных на небосводе в текущий момент на ваше усмотрение. Следующий пункт – увеличение точности на ведение. Далее три опции для корректировки функции ведения объекта по небу, то есть компенсация вращения земли, настройка полюса, калибровка мертвого хода оси прямого восхождения и калибровка мертвого хода оси склонений. Раздел навигации содержит в себе 9 различных каталогов объектов, в том числе каталоги Месье и NGC, объекты солнечной системы, созвездия и т.д., а также персональный список небесных тел, который пользователь может составить самостоятельно, список собственных точек на небе без привязки к конкретным объектам из базовых каталогов и аналогичный список собственных точек для наземных наблюдений. При выборе же какой-либо позиции из базовых мы получаем на экране информацию о таких параметрах, как размер объекта в угловых секундах и расстояние до Земли в тысячах световых лет, а также наименование и порядковые номера в разных каталогах. Раздел утилиты из 9 пунктов. Видимые в данный момент объекты звездного неба, время восхода и захода небесного тела, текущая фаза Луны, таймер, настройка будильника, расчет поля зрения окуляра, расчет увеличения системы с конкретным окуляром, яркость дисплея и перевод телескопа в исходное положение. Раздел настроек включает в себя также 9 опций. Установка даты и времени, включение и отключение перехода на летнее время, переключение между режимами наблюдения за наземными и небесными объектами, переключение между типами монтировок, азимутальный и экваториальный. Наличие данного пункта может указывать на то, что пульт способен работать со сторонними монтировками, так как в серии Bresser National Geographic отсутствуют телескопы с экваториальными устройствами. Далее настройка монтировки, настройка скорости слежения, смена языка и возврат к заводским установкам. Язык доступен в пяти вариантах, среди которых, к сожалению, не предусмотрен русский. Это английский, немецкий, французский, итальянский и испанский. Стрелки на пульте позволяют перемещаться между пунктами меню и управляют наведением телескопа в ручном режиме. Кнопки «минус» и «плюс» отвечают за переход между разделами, цифры и буквы служат для ввода информации в различных подпунктах в меню, а на главном экране устанавливают скорость работы приводов. В совокупности с другими ранее описанными особенностями данной модели, среди которых отсутствие искателя, фокусер странной конструкции, несъемное диагональное зеркало и неустойчивое тренога, впечатления о технической составляющей прибора сложили скорее негативные. Посмотрим же, на что способна оптика телескопа. Перейдем к ее практическому тестированию. Ввиду отсутствия возможности наведения резкости при прямом подключении камеры в окулярный узел, съемка ведется через комплектные окуляры, что несколько ухудшает общее качество изображения. При непосредственном наблюдении глазом вы увидели бы более детализированную картинку. По большому счету оптическая составляющая модели весьма неплохая и соответствует не менее качественным решениям других производителей, в частности телескопу 705АЗ2 или АЗ3 от компании Skywatcher. В качестве объекта тестирования выбран наиболее популярный для наблюдения всеми возможными приборами естественный спутник нашей планеты Луна. На увеличение 17,5 крат вдоль линии терминатора хорошо видны крупные и мелкие кратеры. В целом неплохо детализирован и общий рельеф поверхности. На увеличение 35 крат ожидаемо несколько падает яркость изображения и существенно мешает наблюдениям дрожания картинки за счет колебаний треноги и трубы на монтировке. Однако на границе света и тени, помимо крупных, становятся доступны и мелкие лунные кратеры. Таким образом можно сделать вывод, что оптика весьма неплоха для визуальных наблюдений на небольших увеличениях. Однако возможность занятий астрофотографией с данным прибором по ряду причин остается под вопросом. Что ж, друзья, как мы с вами убедились в ходе сегодняшнего обзора и теста, модели телескопов Bresser National Geographic 70х350 GoTo это хоть и интересные на первый взглядные модели телескопов с автонаведением, но они имеют ряд очень, друзья, досадных огрех в своей конструкции. В случае же, если ваш выбор пал на телескоп Bresser National Geographic 70х350 GoTo, рекомендуем обратить внимание на модели в том же ценовом сегменте, но без автонаведения. Порой действительно лучше выбрать ручной телескоп, но при этом труба у него будет более мощная, более функциональная, да и в целом, друзья, от монтировок с ручным автонаведением никуда не деться, каждый любитель астрономии через них проходит. Что ж, друзья, я надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нашем канале. Если у вас остались какие-то вопросы или пожелания по тематикам будущих видео, все это обязательно оставляйте в комментариях, давайте общаться и делиться информацией. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине Observer MSK. Приобретайте оптику с Observer по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok